МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале Брянская губерния. В прямом эфире программа «Включайся» и сегодня ее для вас проведем мы, Дмитрий Кузнецов и Оксана Измерова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 ноября во всем мире отмечается Международный день ребенка. Что это за праздник в нашем следующем сюжете? Всемирный день ребенка – праздник, который Генеральная ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала ввести всем странам. В России это 20 ноября. К слову сказать, в нашей стране более известен Международный день защиты детей, отмечаемый 1 июня. Но Всемирный день ребенка больше ориентирован на защиту прав, подрастающего поколения. По состоянию на 1 января 2017 года количество детей и подростков до 18 лет в Брянской области составило 228 тысяч 100 человек, или почти 19% от всего населения региона. С января по сентябрь 2017 года на свет появился 8721 младенец. Из них девочек 49%, мальчиков 51%. Из общего числа родившихся детей 39% были первенцами, 43% вторыми, 13% третьими детьми в семьях. Всемирный день ребенка – это дополнительная причина для осуществления хороших дел. Он создан специально для того, чтобы мы лишний раз задумались о счастье самых маленьких и ценных созданиях в жизни каждого человека. Как известно, дети – это цветы жизни, они украшают нашу жизнь и наполняют ее смыслом. И сегодня у нас в гостях, мы рады приветствовать, родители пятерых детей. Марина Игорь Шпакова, добрый вечер. Давайте начнем с самого-самого начала. Как вообще появилась идея такого количества детей и с чего все начиналось? Я, например, мечтала с детства стать многодетной мамочкой. Не знаю почему, но мечта была. И мечта моя сбылась, когда я встретила мужа, а он оказался из многодетной семьи. То есть традиции, наложили свой отпечаток, да, традиции семейные? Да, знали, с кем познакомить. И в итоге у нас получилась многодетная семья. Что должно толкать мужчину и женщину после того, как у них в семье появился один ребенок? Обычно первый ребенок – это такая встряска для семьи, новый этап в жизни. Что толкает их на то, чтобы пойти за вторым? Говорят, что после второго уже последующие не страшны. Количество неважно, да? Что подтолкнуло на второго? Потому что один ребенок, я считаю, это в семье, ну, это, ну, как вот, один ребенок, это вот, так скажем, он вырос, да, жизнь прошла как-то, все незаметно. И вот как, должен быть братик, да, должна быть забота какая-то. Вот, поэтому мы запланировали второго ребенка, ну, а потом, после, как вы правильно сказали, после второго, третьего. Уже не страшно. То есть в этот момент понесло. Именно, понесло, да, не случайно. Вот, муж, расскажи, как мы… Игорь, вы тоже изначально хотели большую семью с огромной причиной? Ну, вообще цель стояла три. А, трое детей, да, должно быть? Да, минимум. Минимум. Ну, на самом деле, семья должна быть семьей, вот, в этом отношении. И, ну, у меня в семье было три ребенка, как бы, ну, нельзя сказать, что у нас там совсем как-то все было там сложно и так далее. Наоборот, было весело, мы с другом занимались, помогали, шли. Вот, ну, и, соответственно, я понимал, что в нашей семье задача такая же, так же минимум иметь трое, но там как получится. Насколько важна поддержка мужа в этом вопросе, скажите, Марина, в вопросе количества детей? Ну, ничего, это, конечно, очень дорогого стоит, поддержка мужа – это обязательно, потому что женские плечи, так сказать, такую ношу не понесут, хотя мы женщины сильные, да, надо рассчитывать тоже и на свои силы, вот, но муж – это ж кормилец, это в нашем случае папа, да, так как у нас мальчики в основном воспитанием занимаются мальчиков папа, вот, поэтому опоры папина – это самое важное. Ну, давайте мы сейчас посмотрим небольшие видеофрагменты, где мы увидим вашу семью, да, это в основном мальчики, да, одна девочка и четыре мальчика. Да, расскажите, что у вас о составе, собственно говоря, в вашей семье? Четыре сыночка и лапочка-дочка. А возраст, если так вот… Двадцать, один год дочки, сыну старшему девятнадцать, двенадцать и два по семь двойняшки. Вот, замечательно. Когда я задавала вам вопрос, Марина, по поводу поддержки мужа, здесь даже, наверное, если мы не будем брать финансовую составляющую, потому что мы знаем очень много семей, где в финансовом плане всё хорошо, я имела в виду поддержку какую-то психологическую, вот, на то, чтобы женщина решилась на то, чтобы родить ещё и ещё детей. Ведь, наверное, решающее слово за мужчиной, да, в данном случае. То есть, если основная грустта на ваши плечи, в любом случае, каким бы папа хорошим ни был? Нет, но всё-таки, в нашем случае, всё-таки я сама принимала решение, и, как бы, у меня было желание огромное стать многодетной мамой. Я знала, что вместе с детьми, это добиваясь определённых успехов, да, вот, в жизни, идёшь к определённой цели, стараясь для детей, воспитываешь их, вместе с ними учишься, вместе с ними занимаешься, то есть, вместе с ними развиваешься, всё это веселей проходит праздники. То есть, нам не обязательно идти кому-то в гости, мы сядем сейчас за круглый стол в своём большом доме, и у нас уже такой праздник, особенно у нас сейчас по субботам, так как мы переехали в свой дом, мы каждую субботу жарим шашлыки, двойняшки у нас шоу-программу устраивают, включаются там музыку, начинают танцевать, вот. Вот, то есть, понимаете, это уже праздник внутри семьи, и он практически у нас каждый день. Это настолько круто, настолько весело, это настолько, ну, просто, нет слов, как классно иметь в нашей жизни большую семью, особенно крепкую, конечно. Конечно же, но многие говорят о том, что тогда на себя не остаётся времени. Вы как смотрите на такую постановку вопроса? Останавливает вот желание нового ребёнка то, что... В 17 лет я родила первого ребёнка, я закончила школу, я закончила технику, это с промежутком, что я рожаю, воспитываю, декрет, плюс институт, плюс работа, ничего абсолютно не мешает, понимаете? То есть, и дети растут, и ты вместе с ними растёшь, и развивайся, и время на себя хватает, и всё прекрасно, всё хорошо, проблем в этом вообще абсолютно нет и не вижу. Вот, оказывается, это всё можно совмещать. Уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам в прямой эфир, я думаю, что у вас есть вопросы к нашим замечательным гостям, которые воспитывают пятерых детей. Ну, а мы вернёмся к вам после небольшой рекламы. Итак, мы в прямом эфире, и сегодня наша тема программы «Международный день детей». И вся наша беседа, всё наше интервью посвящено именно этой замечательной теме. А детей, как известно, много не бывает. Вот у нас сегодня гостя, наверное, как никто другой знает об этом. Да, но хотелось бы узнать, вот во второй части нашей программы коснуться такого важного вопроса, как воспитание детей. Итак, в семье пятеро детей. На кого возлагается на маму или на папу основная нагрузка по воспитанию детей? И как вы вообще эти роли распределяете между собой? Вот старших ты забрала. Больше, наверное, ко мне в этом отношении. Воспитание, ну, прежде всего, какие у нас направления? Это учёба, чтобы дети учились. Вот, во всяком случае, не были, так скажем, необразованными, не выросли людьми. Вот, занимались также спортом, уважительно относились к окружающим. Вот, ну, и, соответственно, сейчас уделяем внимание на то, чтобы меньше вот этих всех телевизоров, компьютерных приложений и игр, больше свежего воздуха, прогулки в лес. Вот, мы любим ходить на природу. Также у нас Ваня занимается спортом, хоккей, который тоже требует достаточно много внимания. Вот, я, как правило, постоянно нахожусь там, с ним занимаюсь. Вот, старший сын у нас уже вырос. Он занимается, учится в институте. И вот, также пытается сам подрабатывать, даём ему эту возможность. Вот, достижения уже имеет, то есть машину себе купил сам. Вот это да, заработал? Заработал, да. И причём достаточно непросто это ему всё далось. Молодец в этом отношении. Вот. Ну, во всяком случае, человек растёт, он развивается и понимает, насколько в жизни не всё просто. Вот, и я не сторонник того, что родители вот должны обеспечивать там квартирами, особенно мальчикам, вот, дарить машины, которые они не понимают, не сознают вообще, насколько это непросто достаётся. Ну, также у них должна быть цель идти вперёд, достигать результаты именно своими делами, своими успехами. То есть, достиг одной цели, да, плавно пошёл в другой, да. Ну, а как у вас всё это происходит? Вы садитесь прямо за большим столом и начинаете обсуждать какие-то вопросы, или это просто каждый день из-за дня? Нет, у нас это всё в процессе, так скажем, жизненных ситуаций, вот, есть вопросы, допустим, он ко мне обращается, там, ну, сыновья, там, в основном ко мне. Бывает к матери, там, какие советы дадим, и так далее. Ну, соответственно, и проблемы есть, которые мы вместе решаем, там, пытаемся их куда-то направить в нужное направление, вот, ну, в основном получается, наверное. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, скажите, могла бы я задать вопрос молодой семье, многобетной семье? Да, да, пожалуйста. Конечно, представьтесь, пожалуйста, только. Меня зовут Надя Лиза Терафимовна, город Брянск. Да, мы вас слушаем. Я хотела бы задать ребятам вопрос, как вы решились на такое количество детей в наше трудное время, да, и хватает ли вам финансирования в вашей семье? Спасибо большое, кстати, вот, опередили, Дарья, сус, хотелось спросить, сколько должен получать папа многодетный? Вот, наш телезритель интересует, наверное, главный вопрос в наше время. Вопрос я отвечу, вот, получать, конечно, можно много, вот, желаний сейчас и куда потратиться множество там направлений, вот. Если рассматривать это как минимум какой-то, да, для того, чтобы прожить, то на самом деле это очень мало денег, это, ну, 5-10 тысяч в месяц достаточно, чтобы прокормить там семью из 7 человек. 5-10 тысяч? Вы согласны, Мария? Нет, я имею в виду именно на питание, не включая образование, вещи, покупку там и так далее, то есть прогулки и так далее, и так далее. То есть само питание достаточное в районе 5 тысяч, плюс там со своего города одно, второе, третье, четвертое папа, пятое, бабушки и так далее. Ну, я думаю, у вас не кажется супруга в этом смысле. Особо мы много денег не тратим на еду в том отношении. Это достижение мамы, да? Это, на самом деле, так еще посмотреть немало. Это еще немало. Ну, у нас выходит оно раз и 5 в неделю, ну, и дальше. Ну, кстати, есть вот очень хорошая мысль, которую Евгений Гришковец когда-то сказал. Он сказал, что детей нельзя себе позволить или не позволить. Детей просто нужно хотеть. А это уже вторичные моменты какие-нибудь, да? Что ты сделал? Некоторые молодые семьи, да, останавливаются, потому что, вот, ребят, мы второго себе не можем позволить. Да. По этому поводу я немножко хотел добавить. Вот, буквально ехал в фейсбуке, там, интересно, там, статья, вот, по поводу, наверное, вот, семья состоит из двух человек, папа и мама, да? Если семья, как минимум, двух детей не родит и не даст продолжение, как бы, своих же, вот, так скажем, просто... Своего рода, да? Своего рода, да, дальше. То есть, начинается вымирание нации, вот, на сегодняшний день получается, что, как минимум, каждая семья должна обеспечить, как минимум, двух детей. Как минимум, вы как в ноль-нему. Да, в Европе это проблема, на самом деле. У нас есть телефонный звонок, подсказывает мне, что это молодая мама. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваш вопрос. Меня зовут Ирина, я из Брянска, и хотела бы задать вопрос. Вот, вот, у вас уже много детей, а возможно ли, что в вашей семье появится еще один малыш? А не пора ли остановиться? Не собираетесь ли вы останавливаться, да, достигнутого? Нет, на все воле Божье. Спасибо, Светлана. Конечно, очень, если Бог даст, конечно, мы примем этот дар. Вот, вообще, у меня такая мечта, так как дети у нас уже двое взрослых, то есть, возможно, станем скоро бабушкой и дедушкой, поэтому, и такая у меня маленькая мечта, быть и молодой бабушкой, и молодой мамой. Это современное... Сейчас, как Игорь посмотрел на эту мечту. Я, кстати, хотел спросить, ну, просто я вот знаком с этой ситуацией, когда ребенка нет дома, ты постоянно контролируешь, постоянно звонишь, узнаешь, где он... Как у вас контроль за ним происходит? Вот только обзвонить всех уйдет какое-то количество... Знаете, как раз таки вот так вот мы и не обзваниваем, по крайней мере, я, потому что у меня вот на работе, да, подруги, вот ребенок, ты покушал, ты сходил в школу, ты что там делаешь, ты вот это вот... А у вас пять, и каждому позвонил. Да, а почему, вот задай мне такой вопрос, почему ты не звонишь? Я говорю, так если я буду звонить каждому, у меня времени нет на работу, тогда просто не будет. Я знаю, что все в порядке, что они где кто находится, да, ну, там, чтобы вот так вот название через каждые там 15 минут и спрашивать, где ты, что ты и как ты, и вообще, я считаю, этот контроль, прямо вот контроль-контроль еще, ни к чему хорошему не приводит. Да. Ну, это вот личное мое мнение, потому что я кучу примеров знаю, когда родители вот в жестких, прямо в жестких таких, да, рукавах держат, название спрашивают, и все равно вот это вот ребенку что-то не хватает, он, наоборот, хочет вырваться из этих вот, да, рукавиц и сделать что-то по-своему. То есть не совсем так вот, так скажем, сильный прям контроль. То есть такая самостоятельность, да, самостоятельность детей? Ну, и поэтому вот у нас все прекрасно, все хорошо, все получается все равно под контролем, да, но не вот таких вот прямо в жестких рамках. Каково это быть мамой мальчиков? Ну, понятно, что девочка у вас уже взрослая, вот мама мальчиков. Уважение к себе вы испытываете? Потому что папа априори будет испытывать уважение, а вот мама, каково ей? У нас как раз папа приучает, чтобы маму уважали, ценили, любили. Вот, мне нравится, как они на 8 марта, например, да, накрывают морская половина стол. Это, они полностью целый день, вот это, правда, единственный день в году, да, где полностью. Они убирают дом, готовят обед, ужин, соответственно, завтрак, подарки. Даже на день рождения такого нет, вот на 8 марта это у нас прямо традиция. Ну, это папе нужно отдать должное, да? Ну, и все же, я думаю, что у многих вопрос возникает, все же пятеро детей без помощи, наверное, и не обойтись. Кто вам помогает? Мы в глобальном, мы, наверное, на местном уровне, в бытовом даже плане. У нас, когда родились двойняшки, муж позвонил теще, попросил ее на 3 недели помочь, так как детки маленькие. На 3 недели, мама, приедь, пожалуйста, на 3 недели помоги деткам. В итоге мама живет с нами уже 7 лет. Вот, поэтому без бабушки нам никуда. Это большая опора, помощь. То есть приходят дети со школы, да, то есть она их встречает уже на готовленный обед, провожает. То есть вот у нас еще с помощью бабушки есть вот такой вот и контроль за детьми. То есть большая помощь, это, конечно, молиться надо. Потому что еще и вы успеваете работать, да? Да, мы работаем с мужем, поэтому как не работать, не посидишь так особо. Игорь, сейчас вспоминаю тот роковой звонок. Ну, так, да, вспоминаю. Вот мама нас, наверное, сейчас смотрит. Вот спасибо, я хотел сказать за ее труды. Вот, поблагодарить. На самом деле, да, она очень сильно нам помогает. Конечно же. Во всех отношениях. Ну, у вас дети достаточно взрослые, дома же все-таки помогают. Ну, если не брать двойняшек, распределить какие-то обязанности. Да, у нас по субботам идет генеральная уборка, так сказать, дома. Вот, старший сын вывозит мусор, так как в своем доме живем, надо вывозить его так. И каждый смотрит за своей комнатой, соответственно. Вот, чтобы был порядок. С трудом это получается у мальчиков, но они стараются. Мама, так скажем, прикладывает руку, пытается, если у нее не получается, она всегда обращается ко мне, и под натиском они уже так немножко... Да, там сразу. Вы больше вот тираны или демократы вообще? Нет, мы больше, наверное, так демократично относимся, ну как... Ну, в любом случае, в рамках стирания не обойтись в семье. Ну, так скажем, да, в семье, которая, ну, должна соблюдаться, то есть вести порядочное отношение друг к другу. То есть в этом отношении у них свобода. А когда они палочку перебирают, то есть тогда приходится мне немножко их на свое место поставить. И на самом деле, вот, не знаю, так вот, по своим наблюдениям сейчас смотрю, вот, впущение, вот, вижу, молодежь, вот, именно сейчас 13-14 лет, в наше время такого не было. То есть именно неуважение к старшему поколению, вот, почему-то, я не знаю, вот, странно смотрю, много наблюдаю, и как-то сам в шоке. Ну, это же это с семьей, как семья воспитывает, да? Ну, в плане общения, то есть со старшими, вот, учителями, там, тренерами, допустим, и так далее. То есть вот мы так в свое время себя не вели. Ну, и еще такой вопрос. Хватает ли вам любви на всех? И не чувствуют ли некоторые дети себя обделенными вниманием и так далее? Как вообще делите вот эти вот нервности? Да, все же большое количество на всех любви хватает. Может быть, в разной какой-то степени, не хочу сказать, что прямо всех одинаково любишь, потому что все получается из-за возраста. Да, маленьким больше внимания, может быть, и там, средний, старший, там, им кажется, например, что мы им больше внимания делаем. Ревности нет? Ревности нет. Нет, нет, у нас дети в этом плане, мы с этим не столкнулись, вот, у нас друг другу помогают каждый, да, то есть, там, старший сын может отвезти, привезти, забрать со школы, да, вот, там, помогают, например, там, составление реферата, там, презентации. Среднему сыну, который учится в школе, да, малышам, обучению, там, играм, хоккею, у нас дом большой, теперь там можно и мяч похонять, и в хоккее играют, вот, поэтому, там, обучение, там, уже самому на велосипеде, вот, то есть, нет, у нас очень весело, дружно, просто сказка. Ну, вы уже несколько раз сказали про дом, скажите, пожалуйста, но все же государство какую помощь оказывает многодетным семьям, вот, в вашей конкретной ситуации, в чем вы ее ощутили? Да, можно я, да, отвечу, у нас все бразды для себя стащили, вот, значит, то, что касается поддержки, да, у нас, мы, наверное, получается, за весь период, первое, что у нас было на нашей практике, это поддержка со стороны администрации, наверное, там, программ была Брянского, Брянская область, это выделение программ, мы приобрели трехкомнатную квартиру. Про молодая семья. Да, молодая семья, да, и там именно было субсидия на каждого ребенка в районе, по-моему, 250 тысяч рублей, вот, вторая поддержка, это у нас при рождении, мама получила, ну, как бы, семья получила сертификат. Здоровый, материнский. Да, материнский, который мы также использовали на покупку в текущий момент дома, мы уже год в нем живем, вот, так потихонечку сейчас доводим, да, обустраиваем. Вот, ну, и, соответственно, вот, где-то пару лет назад, да, мы также, да, получили земельный участок, но, наверное, на перспективу, там, рассматриваем, может, кто-то из старших детей, там, все-таки как-то поимеет желание, да, построить свой дом на этом участке. И я думаю, так оно и будет, потому что, возможно, сейчас они это не понимают, но со временем они к этому придут. Все-таки дом, это и есть дом, гораздо удобнее. Чем квартира, конечно же. Гораздо экономичнее, на самом деле, так что, да, все телезрители... По папу все равно, все равно про экономику. Наша программа, к сожалению, завершается, и вот хотелось бы услышать от вас такое пожелание молодым семьям, которые, возможно, на сегодняшний день имеют одного или двоих детей. Вот какое бы пожелание прозвучало из ваших уст? Для чего им нужно идти и рожать большее количество детей? Вот так в двух словах буквально. Ой, в двух словах это очень сложно. У меня всегда слово много. Рожать необходимо просто для того, чтобы обеспечить даже себе старость. Это надежный вклад в свою старость, да, когда будешь на пенсии, ты будешь не одинок. Это как минимум, да? То есть у тебя, вот как у нас бабушка, ей даже некогда болеть, потому что туда-сюда, к чему-то, внуки туда-сюда, да? То есть ей некогда болеть, потому что голова не болит, ничего не болит, все, ей надо двигаться, ей нужно что-то делать, да? Поэтому семья большая, это всегда было здорово. Вот, всем желаю иметь большую семью. Вот, если считают, что какие-то трудности возникнут, трудности возникнут, они по мере решаются, и это только благо. Ну, а мы пожелаем в свою очередь вам удачи, здоровья, конечно, и благополучия. Да, и терпения. И терпения. Да, спасибо вам большое. Громное спасибо. С вами были Оксана Измерова и Дмитрий Кузнецов. Включайтесь завтра в 19.30. Будет интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова